Друзья, приветствую! Евгений из Калининграда прислал образцы масла Shell Helix Ultra EKT. Это C3. Сделано в Германии. Свежая отработка из BMW. Сейчас я вам покажу. Вот такая визиточка была. Time Oil. Это, я так понял, магазин масел. Евгений там работает. Или это его магазин. Я так понял, что возят масла из Европы. И вот описание. Это 320 дизельная X-Drive 19-го года BMW. С пробегом 120 тысяч, чуть больше. Пробег на масле 7800 километров, 250 моточасов со средней скоростью 32 километра в час. Смешанный режим. Эти данные я приведу. Вот сейчас эталон данного масла у меня уже был. Сейчас я проверю. Вот уже я, видите, записал. Вернее, сначала я проверю свежие. Сравнив с эталоном и потом проверю уже отработку. А результаты вы увидите через несколько секунд. Не выключайтесь. Так, ну вот результаты готовы. Надеюсь, никто не уснул за это время. Ну и давайте посмотрим, какие получились результаты. Значит, максимальное совпадение с образцом Shell Helix Ultra ECT 530. Видите, 99,59. Кстати, есть небольшое отличие вот этого масла, которое привезено из Германии. 0,41%. Вот, возможно, это отличие в партиях. Но, тем не менее, значит, сомнений в этом нет. Видим, следующее. Очень близко к нему стоит ZIG X7. Тоже C3. Прямо рядышком. Вот. Сейчас покажу вам наложение спектров. Вот, чтобы совсем уже вопросы снять. Так. Вот такие спектры. Видите, верхний спектр красный. Это Shell Helix Germany. Видите, написано там кусочек в лес надписи. И нижний, это эталонный спектр. То есть, абсолютно одинаковые спектры. Вот. Ну, есть вот по пикам, по максимальным какое-то небольшое отличие. Но, тем не менее, все как бы, все-все очень похоже. То есть, сомнений в том, что это оригинальный, нет. Ну и давайте посмотрим результаты, значит, свежего. Так. Вот. Образец Helix Ultra Germany. Видите, Германия. Ну и данные. Так. Окисление 7,79. Нитрование 6,15. Противоизносные присадки 0,93%. Я уже говорил в прошлом видео. Здесь я их чуть-чуть поднял, чтобы видеть изменения. Фенольных антиокислителей 0,24. Ну, такой, скажем, средний достаточно процент. Аминных уже хорошо. 0,79. 100% остаток. Значит, щелочное число 6,76. Кислотное 1,54. 1,76. Это ГОСТ для отработки. ГОСТ для свежего показал бы там примерно 7,5. Так. Вязкость 1,72. Типичная для тридцатки. Ну и, в общем-то, все. Больше ничего тут нету. Стеров не видно. Значит, давайте посмотрим на отработку. Так. Вот образец Shell Helix Ultra BMW 320. Пробег 7,825. 250 моточасов. Вернее, там 250,5 моточасов. Топливо бензина прибор не нашел. Значит, окисление, смотрите, нарастает. Было 7, там, с копейками. Стало 20. 12 тоже растет. Противоизносных присадок. Остаток 46%. В общем-то, еще есть. Фенольных антиокислителей. Остаток 59 почти процентов. Но их было немного. А вот с аминными, посмотрите, 10 соток. Но пишет, что остатка нет. Странная картина. Щелочное 3,45 и кислотное 3,33. Низкий. Казалось бы, по этим показателям масло практически сработалось. Но есть один нюанс. Ну и немного просела вязкость. Там было 1,72, а здесь 1,44. Так, и смотрите. Есть воды 0,04%. И сажи 0,96. Очень высокий показатель. Ну, на мой взгляд, для 250 моточасов очень много сажи. И сажа дает повышенное значение кислотного. Это уже не один раз я замечал. Поэтому я использую методику американской лаборатории Polaris. Они проводили тест на парке из 450 автомобилей. Выявили очень интересную зависимость. Есть описание в журнале. И вот можно использовать бескислотную методику. Значит, вот я ее использовал. И по этой методике получилось, что ресурс данного масла 333 моточаса, 10400 практически километров. По нитрованию 772 для дизеля. Низкий показатель, я считаю. Я думаю, что здесь или сильно нажимают на газ в этом автомобиле, или все-таки он мотор горячий, или что-то, ну, как бы смесь не идеальна. По вязкости вопросов нет. Ну, в общем-то, вот такой прогноз. Да, кстати, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить свежее видео. Да, тут получилась в этом видео интеграция рекламная магазина Time Oil. Но это бесплатно. Согласно новому закону, я не обязан указывать. Вот, деньги мне за это не платили, но просто, значит, отметил вот эту визиточку. Ну, пишите, что думаете. В принципе, масло отработало, как по мне, отлично в данном автомобиле владельцам. Но, наверное, стоит обратить внимание на топливную, потому что процент сажи – это много. Это много. Такая достаточно высокая средняя скорость – 32 км в час. И процент сажи – это много для современных моторов, для систем экологии. Вот, я думаю, что здесь есть какая-то проблема. Или с форсунками, вот. Ну, или, повторю, может быть, прицеп таскает человек там, я не знаю. Хотя, скорее всего, просто зажигают на этой машине. Вот, поэтому и значения нитрования такие высокие там, это связано с оборотами. Чем выше обороты, тем быстрее нарастает нитрование. Вот, значит, вот такой получился тест. Благодарю Евгения за предоставленные образцы и за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.